Гнотисе Аутон – «Познай самого себя». Две тысячи лет назад эти слова были начертаны на фронтоне храма Аполлона в Дельфах. В начале 20 века лауреат Нобелевской премии, академик Павлов, назвал их заповедью, которая захватывает всё в жизни человека. Научные знания о человеке, объекте медицины, со времён Павлова, изменились фундаментально и уже не вмещаются в рамки традиционного медицинского образования. Проблема дробления целостного знания на фрагменты описывается в разных культурах метафоры «слон в темноте». Поднимется ли медицина на новый уровень, если её ввести в контекст современных знаний о человеке, полученных антропологами, генетиками, нейробиологами и психологами? Природа человека сквозь призму наук о человеке в авторской программе «Медицина в контексте» с Марины Аствацитурян на Первом медицинском канале. Ердяков Алексей Константинович – кандидат биологических наук по специальности физиология, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, который окончил с отличием в 2014 году. В 2016 году, будучи аспирантом кафедры физиологии и общей патологии, досрочно защитил диссертацию, которая была посвящена изучению механизма развития ретинопатии на модели крыс. Область научных интересов Алексея Ердякова – офтальмопатология, внутриглазное воспаление, пролиферативные заболевания сетчатки, иммунопатология. Алексей Ердяков ведет семинары у студентов 2-го и 3-го курсов по физиологии и патофизиологии. Он также автор расширенного элективного курса «Патофизиологические аспекты аутоиммунных заболеваний» и соавтором элективного курса «Физиология и патология системы крови». На факультете руководит клубом «Будущий доктор» для школьников, отвечает за работу учебно-воспитательной комиссии. Алексей Ердяков в студии «Медицины в контексте». Здравствуйте, Алексей. Сегодняшняя наша программа будет посвящена глазу, органу зрения, который возник в эволюции более полумиллиарда лет назад, то есть до кембрийский период. И у позвоночных он анатомический, глаз практически одинаков, но есть различия в функциональной значимости и функциональных особенностях разных элементов. Глаза у разных видов. И это важно понимать, если мы пытаемся разобраться в природе патологии зрения у человека, ну и найти пути решения этих проблем. Пожалуйста, Алексей, внутриглазное воспаление и регенераторный потенциал сетчатки. Да, ну начнем мы немножечко так вот издалека и, в общем, начнем с воспаления как такового. Я просто хочу немножечко напомнить, какие основные компоненты можно выделить в воспалительной реакции. Все начинается, если вот по классике следовать, как мы учим студентов наших третьего курса, все начинается с альтерации, это какое-то изменение, да, что-то, что, собственно, вызывает развитие воспалительной реакции, по классике обычная заноза просто, которая попала в кожу. Вот, затем выделяет стадию эксудации, когда расширяются сосуды, увеличивается их проницаемость и выходит эксудат уже в какое-то вне клеточное пространство. И затем происходит, в общем-то, ремоделирование поврежденной ткани. И здесь вот, в зависимости от того, что это за ткань, есть свои особенности. Вот в глазах тоже есть свои особенности, поэтому во многом про это мы немножечко и будем сегодня говорить. Что касается здесь некоторых вещей, которые я хотел бы озвучить, вот в последнее время, в последнее время, когда речь идет о воспалительной реакции, особое внимание уделяется тем медиаторам воспаления, которые обладают уже противовоспалительным эффектом, и во многом это производные полинепредельных жирных кислот. В частности, это различные морезины, резальвины, вот липоксины, липоксин А4, например, это то, что как раз способствует разрешению воспалительной реакции, обеспечивает ранозаживление как таковое, обеспечивает заживление того самого поврежденного участка. И достаточно большую роль в развитии воспалительной реакции как таковой играют метаболиты архидоновой кислоты, метаболический каскад архидоновой кислоты. Вы знаете, в общем-то, что существуют нестероидные противовоспалительные препараты, которые ингибируют циклооксигеназы, там есть не селективные ингибиторы циклооксигеназы, у нас есть какие-то более селективные. В классике, опять же, считается, что циклооксигеназа 2 является индуцибельной, и как раз экспрессия этого фермента увеличивается при развитии воспалительной реакции, а циклооксигеназа 1 в норме существует в тканях, и продуцирует те простагландины, которые, в общем-то, обеспечивают нормальное функционирование данной ткани, тоже регулируют сосудистый тонус и так далее и тому подобное. Оказывают какой-то гуморальный эффект, какое-то гуморальное воздействие, которое в норме необходимо для данной ткани. На самом деле всё, конечно, намного сложнее, чем, кажется, на первый взгляд. Геновоспалительная реакция сейчас ей вообще многие специалисты уделяют большое внимание, от нейропатологии, то есть практически всё в организме начинается с этого сбоя. Да. Все патологии имею в виду. Но вот это как раз система, связанная с циклооксигеназами, с простагландинами или экотренами, она, в общем-то, активируется в ближайшие часы после индуцибельной. То есть это универсальные такие этапы, в общем, да? Да. Не орган специфический. Не орган специфический, но в различных органах есть свои, конечно, особенности по экспрессии этих ферментов. И вот, в частности, в наших исследованиях мы как раз заострили внимание на систему циклооксигеназ, но применимо к глазу и к сетчатке. И к этому мы вернёмся ещё раз. Сейчас немножечко про строение глаза я хотел напомнить, да, что наружная, в принципе, оболочка, она представлена таким вот фиброзным слоем. Средний слой – это сосудистый слой. И внутренняя часть глаза – это, собственно, те нейроны, да, и вспомогательные клетки, глиальные клетки. В общем, это функциональная как раз часть глаза. Да, фоторецепторы. И те нейроны, которые обладают возможностью осуществлять первичную обработку зрительной информации. Да, это всё сетчатка. И про кровоснабжение сетчатки хочется сказать, поскольку воспалительная реакция, она во многом начинается, начальные этапы, связанные как раз с изменением кровоснабжения органа как такового. Во-первых, на этом же слайде можно увидеть, насколько архитектоника сетчатки чётко выражена, да, то есть послойная структура, она характерна для сетчатки, и поэтому в различных срезах, да, в плане морфологии можно оценить как раз изменение этой структуры. Это достаточно удобно, если заниматься вот таким вот изучением патологий глазных различных, что мы тоже и делали. И здесь на правой картинке как раз представлены, ну, немножечко в видоизменённом виде, конечно, в частности клетки пигментного эпителия сетчатки, они здесь вот в увеличенном виде присутствуют, но в общем и целом здесь представлено расположение сосудов в сетчатке. И располагаются сосуды в сетчатке следующим образом. На самом деле внутренняя часть сетчатки, которая прилежит к стекловидному телу, она вот кровоснабжается, и там находятся такие вот капилляры, сосудистое русло, и кровоснабжается ещё та самая сосудистая оболочка, средняя оболочка глаза, сосудистая оболочка, о которой я говорил. Вот она, та часть оболочки сосудистой, которая находится под сетчаткой, она называется хориоидей, и там достаточно богато она, в общем-то, содержит большое количество кровоснабженных сосудов, богато кровоснабжается. Таким образом получается, что средняя часть сетчатки, она фактически без сосудов, вот, и там всё происходит благодаря диффузии и питания, и снабжения водой. Причём это достаточно жёстко регулируется. И на этом же слайде хочется подчеркнуть как раз наличие контактов плотных между клетками пигментного эпителия сетчатки. И, конечно, наличие глиальных клеток сетчатки, в частности клеток Мюллера, вы видите, они достаточно большие, пронизывают практически всю сетчатку насквозь, у них много функций достаточно, о них мы немножечко позже, в немножечко в другом контексте тоже поговорим, что касается их каких-то интересных возможностей в плане регенерации. Но, в общем и целом, стоит подчеркнуть, что глиальные клетки сетчатки, они выполняют тоже функцию формирования гематоофтальмического барьера. То есть, в основном гематоофтальмический барьер, который изолирует глаз фактически от кровеносной системы, а остальное вообще от кровотока, от системного, он представлен клетками пигментного эпителия сетчатки и глиальными клетками, которые опутывают кровеносные сосуды. Так просто в глаз и в сетчатку ничего не попадает, и это очень важно, опять же, в контексте изучения воспалительной реакции внутриглазной. В частности, здесь же можно рассуждать на тему всяких ауто воспалительных и аутоиммунных заболеваний сетчатки. Аутоиммунные заболевания сетчатки глаза, они могут встречаться как раз в случае повреждения гематоофтальмического барьера, и про это мы тоже поговорим с вами. Поэтому самое главное, что здесь хочется подчеркнуть, это то, что глаз, он немножечко автономен и изолирован от системного кровотока. Это очень важно понимать. И вот как раз уже подбираясь немножечко к воспалению, хочется начать вообще с понимания, что такое УВИИТ. УВИИТ – это воспаление сосудистой оболочки глаза. Здесь немножечко про этиологию возможную и про локализацию УВИИТа написано. По этиологии может инфекция, естественно, какие-то инфекционные агенты вызывать воспаление сосудистой оболочки. Может быть неинфекционной природы, в основном это аутоиммунный как раз УВИИТ, или метастатический может быть. И по локализации передней, задней, может периферический, может быть диффузный, во всеместно встречающийся. Мы будем рассуждать на тему заднего УВИИТа в первую очередь. Хотя задний УВИИТ зачастую с течением времени будет распространяться и на всю сосудистую оболочку глаза, если это не лечить. Задний УВИИТ получается хориоидит. То есть это как раз воспаление той части сосудистой оболочки, которая подлежит, под сетчаткой находится. И здесь важно понимать, что задний УВИИТ, он в значительной степени влияет на состояние сетчатки. И воспаление с сосудистой оболочки, оно будет переходить, безусловно, уже на сетчатку саму. А раз воспалительная реакция переходит на сетчатку, то зрение значительно ухудшается с течением времени. И дальше происходят какие-то процессы, которые... А на картинке это вот какая стадия? Это вот что? Ну здесь представлен передний, конечно, УВИИТ. Причем передний УВИИТ образуются спайки соединительно-тканные уже в процессе ремобилирования. То есть здесь видно, а задний как распознается? Есть симптомы? Ну это будет ухудшение зрения, есть симптоматики, конечно. А если говорить про диагностику какую-то, то это офтальмоскопия, то есть глазная... Нет, это понятно, это когда уже вмешиваются специалисты. А так вот, чтобы не проворонить, это ухудшение зрения. Ну и глазки болеть будут. Болеть будут. Вот, и та часть, собственно, про аутоиммунный УВИИТ. Почему хочется это проиллюстрировать? Потому что это как раз подтверждает важность наличия гематоофтальмического барьера как такового. И здесь еще раз я хочу сказать, что глаз является таким отграниченным, забарьерным органом. Это иммунопривилегированный орган. Это означает, что в норме, в общем-то, те клетки, которые осуществляют защиту от всяких инфекционных агентов, микроорганизмов, в общем, обеспечивают иммунитет клетки крови, они не проникают в норме внутрь глазного яблока, как такового, внутрь глаза, внутрь сетчатки, внутрь стекловидного тела. А в сетчатке в самой есть глиальные клетки различные, это астроциты, это микроглия, это клетки Мюллера, и они по большей части будут обеспечивать вот эту вот иммунную защиту. Особенно это касается микроглиальных клеток, которые по фенотипу, по своему, в общем-то, являются макрофагами, резидентными макрофагами. Конечно, много спорят о происхождении микроглиальных клеток, вот есть статьи более старые, которые говорят, что, в принципе, нейроны, нейрональное происхождение у микроглиальных клеток. Ну, это да, как вы полагаете, да. То есть нейроны, астроциты друг в друга как-то могут переходить, это более старые статьи. И более новые статьи, это происхождение микроглиальных клеток из моноцитов, в общем, моноцитарно-макрофагальная ветка та же самая, но в процессе эмбриогенеза, в процессе развития глаза, получается так, что моноциты, они вот по крови циркулируют, попадают в глаз, пока еще не сформировался до конца гематоофтальмический барьер, и там остаются навсегда и составляют микрогли, популяцию микроглиальных клеток. И происхождение вот такой вот эмбрионально из желточного мешка, последнее исследование. Но на самом деле это не столько важно в данном контексте, важно понять просто, что микроглиальные клетки, они, в общем-то, выполняют функцию макрофагов, они просто осуществляют зачистку от всяких чужеродных объектов, если они попали, не дай бог, внутрь глаза, вследствие травмы, например, от микроорганизмов. Ну и осуществляется функция по регуляции иммунитета локального. Вырабатывают большое количество всяких разных факторов интересных. Это вы вот сейчас говорите, это только у человека или это, в принципе, у млекопитающих? В принципе, и у млекопитающих, и не только у млекопитающих. И, в общем-то, начиная с рыб, глиальные клетки присутствуют и вот эти функции выполняют. Здесь аутоиммунный вид как раз иллюстрирует то, что нарушена проницаемость гематоофтальмического барьера при данном заболевании. И в этом случае Т-клетки различные, там, Т-хелперы, Т-киллеры, эффекторные Т-клетки регуляторные, они проникают через гематоофтальмический барьер, так как нарушена его проницаемость. А она может быть нарушена по разным причинам, в том числе и из-за гиперпродукции, каких-то провоспалительных факторов. Самое простое, конечно, травма глаза, когда повреждена сосудистая оболочка. И вот эти вот клетки, иммунные Т-клетки, и нейтрофилы, и макрофаги из системного кровотока, они все по химическому градиенту, по сути дела, под воздействием провоспалительных факторов, которые в сетчатке продуцируются, они проникают в сетчатку и начинают там, в общем-то, всё разрушать. Если говорить простым языком, негативно воздействуя и на те клетки, которые осуществляют как раз первичное восприятие света, фоторецепторы, и на нейроны в сетчатке, которые присутствуют, биполярные клетки, амакриновые клетки, горизонтальные, и на гонглионарные клетки в сетчатке. Таким образом, сетчатка, по сути дела, лишается большого количества нейронов. А на месте нейронов, в случае человеческого глаза, происходит пролиферация глиальных клеток, и получается, что замещение функции не происходит, происходит замещение структуры, исключительно структуры. И аутоиммунный вид, в случае, если он развивается на одном глазу, например, травма одного глаза была, и проникают иммунные клетки различной системного кровотока, даже если другой глаз не травмирован, может развиться на этом здоровом, до сих пор здоровом глазу аутоиммунный вид. Глаз как парный орган существует, поэтому если что-то с одним глазом происходит, то такое же что-то может и с другим произойти. Вот такие закономерности. Почему, в общем-то, глаз иммунопривилегированный? В тканях глаза, в тканях сетчатки присутствуют на поверхности клеток антигены собственные, а в крови человека циркулируют антитела, и есть популяции клеток, которые с антигенами готовы взаимодействовать. В норме они не взаимодействуют, потому что гематоэкономический барьер есть, а тут, когда он нарушен, они начинают проникать. Эта реакция лавинообразна будет нарастать и будет реализована в полной степени. В конечном счете, конечно, если это не лечить, это будет потеря зрения. Немножечко про взаимодействие стекловидного тела с сетчаткой хочется сказать. Значит, стекловидное тело – это не просто какая-то субстанция в чистом виде водой представленной или нечто подобное. Это на самом деле достаточно сложная такая структура. И термин витриоретинальный интерфейс хочется здесь применить. Это как раз взаимодействие стекловидного тела сетчатки, потому что стекловидное тело состоит, как здесь написано, не только из воды и внеклеточного матрикса, хотя в основном из этого и состоит. Но представлено еще и популяциями различных клеток. Этих клеток не так много, но они там есть. Но они важны. И они важны. Это геолоциты, собственные клетки стекловидного тела, и это фибробласты. Фибробласты моноцитарно-макрофагальной линии как раз представлены. Геолоциты и фибробласты выполняют в норме функцию синтеза внеклеточного матрикса, по сути дела, как раз того самого коллагена, это гиалуроновая кислота во многом. Но эти же самые клетки при воспалительной реакции могут уже какие-то свои функции новые приобретать. То есть под действием воспалительных факторов они опять же могут участвовать в ремоделировании сетчатки после ее повреждения. В общем и целом функции стекловидного тела следующие. Они здесь перечислены. Стекловидное тело прижимает сетчатку к подслойке, к сосудистой оболочке, препятствует отслойке сетчатки. Это важно. Стекловидное тело достаточно чувствительно реагирует на изменение внутриглазного давления, которое задается давлением жидкости в передней камере глаза. Поэтому как раз если мы говорим о глоукоме, об увеличении внутриглазного давления, давление-то в передней камере увеличено, но основное осложнение глоукомы, из-за чего зрение ухудшается, это по сути дела с давлением сетчатки. С давлением диска зрительного нерва, и из-за этого нарушается трофика сетчатки, и умирают ганглионарные клетки сетчатки. И из-за этого как раз зрение ухудшается. Расстояние-то большое, на самом деле, между передней камерой. Из-за этого оно в настоящее время неизлечимо. Это уже слишком серьезно. Да. То есть здесь важно акцентировать внимание, наверное, в плане исследований на раннюю диагностику. Усилия должны быть направлены на раннюю диагностику. Потому что если нейроны погибли, то на настоящий момент времени заместить их мы ничем не можем. Ну вот она, собственно, и мишень глоукомы, мишень многих исследований сейчас. Потому что фундаментальные процессы, серьезные, именно их пытаются радикально. Другими фундаментальными процессами, извините, да, я вас перебила. Да, ничего страшного. И стекловидное тело, в общем и целом, по сути, по стойку, поскольку оно во многом из воды состоит, оно может накапливать биологически активные вещества, различные питательные вещества, выполнять своего рода буферную функцию. То есть там они могут задерживаться каким-то образом, просто диффузия. Но если это какие-то биологически активные вещества, какие-то регуляторы, может быть, те же самые метаболиты арахидоновой кислоты или еще какие-то другие аналогичные провоспалительные вещества, какие-то факторы нейротрофические и так далее, они там могут задерживаться какое-то время. И как вот из какой-то лекарственной формы, которая пролонгированное действие обеспечивает, они точно так же могут постепенно высвобождаться и тоже участвовать в поддержании воспалительной реакции, в зависимости от стадии воспалительной реакции, либо усугублять течение воспаления, либо способствовать его завершению. Ну и об этом как раз здесь написано, в ряде патологических процессов принимают участие, активно или пассивно. Вот пассивно я озвучил, как это может происходить. Активно это участие, собственно, клеток стекловидного тела, гиолоциты и фибробласты в ремоделировании сетчатки. Вот глобально, если говорить о витриоретинальной патологии, то есть о патологии стекловидного тела и сетчатки, как раз вот этого витриоретинального интерфейса, во многом все-таки это будет ретинальная патология, но хочется стекловидное тело не исключать из контекста рассмотрения патогенеза заболевания. Глобально можно, конечно, сказать, что воспаление, как таковое воспалительная реакция, она в основе патогенеза многих заболеваний лежит, если не сказать, что всех. Вот так вот радикально я скажу. И воспалительная реакция, с одной стороны, она может сопровождать ишемические заболевания, то есть те заболевания, которые связаны с нарушением кровоснабжения, в данном случае сетчатки, может сопровождать нарушение кровоснабжения в плане окклюзии, например, сосудов, каких-то закупорка сосудов. И также воспалительная реакция, она может сопровождать пролиферативные заболевания сетчатки. То есть здесь речь идет, по сути дела, о таких вот двух полюсах. Здесь два полюса. Это ишемия, с одной стороны, с другой стороны, пролиферация. Избыточная. Избыточная пролиферация. И везде есть воспаление. Оно имеет свои особенности. И вот каждое заболевание, какое бы мы ни взяли заболевание, его можно на этой линии от ишемии до гиперпролиферации, его можно каким-то образом установить. Есть ишемический компонент во многих заболеваниях, есть пролиферативный компонент во многих, есть те заболевания, где больше пролиферации, ишемический не выражен, и так далее. И наоборот. Поэтому это как вот такие вот два полюса, которые, тем не менее, друг друга не взаимоисключают, что важно понимать. Если в чистом виде ишемическое заболевание какое-нибудь взять, экспериментально, это окклюзия сосуда какого-нибудь, там центральной артерии сетчатки, например. Но это достаточно сложно, экспериментально воспроизводится, потому что нужно под глаз забраться и каким-то образом это пережать. То, что у нас на кафедре делают, это, в общем-то, окклюзия внутренней сонной артерии. Это, получается, тотальная ишемия, в общем, не только сетчатки, но и всего мозга. Нарушается питание. Вот, но и сетчатки тоже, естественно. Вот это в чистом виде ишемическое получается такое вот заболевание. И оно будет характеризоваться атрофией и дегенерацией сетчатки, причем это будет медленное такое угасание сетчатки, клетки будут медленно гибнуть. При этом пролиферативный компонент, он практически не выражен будет. Ну, собственно, почему бы ему и быть выраженным? Ведь питательных веществ никаких не поступает, и вообще трофика нарушена глобально. Но что интересно, все равно сетчатка, она как-то вот медленно умирает. То есть она не сразу, в случае окклюзии внутренней сонной артерии, не сразу умирает, да, она как-то медленно вот так вот погибает. То есть есть все равно какие-то альтернативные источники доставки питательных веществ. В том числе, наверное, стоит обратить внимание на, опять же, стекловидное тело, на переднюю камеру глаза, на водянистую влагу. То есть все равно вот эта жидкость, она сетчатку омывает, и какая-то диффузия с этой стороны реализуется. Вот. Что касается вот пролиферативной стороны этой, ну вот здесь написано травма или повреждения сетчатки, классически это действительно так. И опять же подчеркивается значимость нарушения проницаемости гематоофтальмического барьера. Безусловно, травма сетчатки будет приводить к развитию воспалительной реакции, а воспалительная реакция следом за собой, ее разрешение, по сути дела, это репарация, пролиферация каких-то клеток сетчатки. Вот. Репарация в данном случае не подразумевает, к сожалению, регенерацию у млекопитающих и у человека в частности. А репарация подразумевает, как я уже сказал, глиоз, то есть замещение глиальными клетками, а не функционирующими какими-то нейронами. И отдельно еще, помимо глиоза, фиброз развивается. Сейчас проиллюстрирую на примере патологии конкретной. То есть это наращивание соединительной ткани над сетчаткой, которая, ну вот эти волокна соединительной ткани, там и клетки, естественно, содержатся. То есть это фиброзно-клеточный такой вот компонент. И отдельно это неоангиогенез, то есть, возможно, пролиферация новых сосудов, прорастают новые сосуды. Что тоже плохо. Тоже плохо. Как правило, там основной фактор, который изучают все и ставят во главу угла, это ВИДЖФ в сосуде, стендотелиальный фактор роста. И терапия во многом, возрастной макулярной дегенерации, например. То есть это картинка знаменитая, где там на пятне много-много сосудов. Да, да, да. На желтом пятне. Вот тоже направлено как раз на то, чтобы заблокировать каким-то образом этот конкретный фактор. Но, к сожалению, да, клинические исследования успешны. Прошли применение. Ну вот у собак энергетная терапия что-то делали. То есть, в принципе, это работает, но, к сожалению, работает не так хорошо, как обычно, как хотелось бы, потому что это все-таки сложная достаточно система. И речь идет о нарушениях в регуляции работы клеток и выработке большого количества факторов. Исключить один фактор, это не значит, что все будет хорошо. Да, потому что есть другие факторы, которые, может быть, даже в некотором случае и дублируют его действия. Вот поэтому здесь два полюса таких. Ишемические пролиферативные заболевания. Вот иллюстрация, ну такая клиническая. Это острая непроходимость центральной артерии сетчатки и центральной вены сетчатки. Слева центральная артерия сетчатки, справа центральная вена сетчатки, и что будет в результате острой неприходимости каждой из них. Причины бывают разные. Конечно, это может элементарный тромбоз быть, то есть тромб. Ну да, острый. И, собственно, нарушено уже кровоснабжение. То есть много тромбоцитов. Да, скапливается. Склонность к тромбофлебиту, то, что называется, к тромбозам. Да, может быть спазм какой-то из-за нарушения регуляции сокращения гладких мышц, гладкомышечных клеток. Может эмбол какой-нибудь жировой застрять тоже бывает иногда. Может быть воспаление, вот артериит, как здесь написано, воспаление уже, опять же, на этапах ремоделирования сосудов и в этом случае фиброз. Здесь интересно как раз проиллюстрировано в чистом, более-менее в чистом виде ишемический тип и пролиферативный тип. Ишемический тип, если бы это окклюзия центральной артерии, сетчатки, она быстро развивается, остро. Тромб попал, трофика нарушена, кровоснабжение полностью прекратилось и все быстро умерло. Это напоминает острое состояние, острое нарушение мозгового кровообращения. Это инсульт, по сути дела. Это инсульт сетчатки получается. И в этом случае будут дистрофические изменения в сетчатке, зрительным нерве, ну просто все умрет. А вот в случае окклюзии центральной вены сетчатки происходят немножечко другие вещи. То есть как бы приток крови, он не нарушен, нарушен отток крови от сетчатки. Тоже в случае тромбоза это может быть, но развивается это все не быстро, развивается достаточно медленно. Конечно, ишемия тоже будет, потому что отток нарушен, ну и значит там будут накапливаться метаболиты длительное время какие-то, которые нужно бы, по идее, удалить от сетчатки. Все это будет сопровождаться, безусловно, отеками. Отток ведь нарушен жидкости. Будет сопровождаться кровоизлияниями различными, будет давление просто увеличено в системе кровоснабжения глаза. Постойку, поскольку есть ишемия, будет и неоваскулиризация, причем действительно под действием сосудистого эндотелиального фактора, роста во многом это будет происходить. Ну вот сосудики, они получаются в случае патологии немножечко недосформированные, недоделанные под действием этого фактора, прорастающие в том числе и в стекловидные тела, из-за этого кровоизлияния могут и в стекловидные тела реализованы быть, и в сетчатку, и все это будет оканчиваться какими-то пролиферативными изменениями. С одной стороны, есть питание какое-то, которое может обеспечить гиперпролиферацию, с другой стороны, есть и ишемический компонент, потому что отток все-таки нарушен крови. И в этом случае будет происходить ремоделирование сетчатки, будут образовываться какие-то мембраны, в том числе над сетчаткой, могут образовываться соединительно-тканные мембраны, но это все будет с течением времени происходить. Вот поэтому два полюса, они на примере окклюзии центральной артерии сетчатки, центральной вены сетчатки здесь представлены. Ну и здесь вот небольшая схема такая, которая, в общем-то, рассказывает нам про повреждения в случае ишемии или в случае травмы сетчатки. Мы опять останавливаемся на той позиции, что воспаление, оно ключевую роль достаточно играет. Вот, субстратная депривация, безусловно, субстрата не хватает питания, гипоксия развивается, развиваются реперфузионные повреждения в случае, если реперфузия была произведена, например, если речь идет о исследованиях каких-то там на животных. Реперфузионные повреждения – это тоже отдельная проблема, конечно, о которой можно говорить. Всегда вопрос такой хочется задать, реперфузия – это хорошо или плохо. И здесь мы понимаем, что есть и плюсы, и минусы. Это касается не только, безусловно, сетчатки, но в случае инфаркта миокарда того же, экспериментально, когда воспроизводят, можно реперфузию сделать, развязать обратно сосудик. Можно и не делать. И сравнить, в каком случае, что получится в контексте гибели миокарда. Ну а здесь воспалительная реакция, которая приводит к дегенерации нейронов, к активации глиальных клеток. Но активация глиальных клеток в случае ярко выраженной тотальной ишемии будет минимальна на самом деле. И их гиперпролиферация тоже не будет выразить. Опять же, потому что питания не хватает. А вот в случае травмы, воспаления, и когда приток крови нормальный, тогда глия будет очень активна, она будет очень хорошо пролиферировать. Будут пролиферировать и фибробласты, в том числе и из стекловидного тела. И будет развиваться глиоз и фиброз. Однако и в том, и в другом случае водообмен, вообще водно-солевой обмен в сетчатке будет нарушен. И на самом деле и в случае ишемии в чистом виде, и в случае травматического повреждения сетчатки будет наблюдаться отек сетчатки. Отек клеток может быть отдельно, изолированных клеток. Может быть отек целого слоя. То есть ткани, по сути дела. Отек сетчатки целиком. Из-за этого будет увеличена ее толщина. В зависимости от того, где вода накапливается, как правило, сочетается и клеточный отек, и отек, в общем-то, вазогенный, как он здесь назван, не клеточный отек. То есть отек сетчатки целиком. Нарушение водообмена в значительной степени обусловлено нарушением транспорта ионов калия сквозь и через клетки Мюллера в сетчатке. То есть клетки Мюллера в сетчатке, возвращаясь к их функциям, выполняют важную достаточно задачу, реализуют по регуляции водно-солевого баланса сетчатки и обеспечивают отток, на самом деле, воды сквозь сетчатку, собирают вокруг себя избыток, по сути дела, жидкости от других клеток и сквозь себя вместе с ионами калия транспортируют и выводят их из глаза уже через хореидею. Соответственно, клетки Мюллера для этого имеют различные подтипы калиевых каналов, чтобы транспортировать калия, обеспечивать аквапарины там есть тоже, которые обеспечивают вывод воды из сетчатки. Ну и в случае активации глии этот водный обмен будет нарушаться, будет изменяться экспрессия и калиевых каналов, как при всяком, да, отечном. Да, поэтому здесь тоже есть мишени воздействия, чтобы отеку препятствовать. Это различные подтипы калиевых каналов, в зависимости от того, какой стадии, скажем так, отека идет речь, о каком этапе воспалительной реакции. А дегенерация нейронов, конечно, это может быть некроз, но некроз-то острая такая ситуация, скорее, да, крайняя совсем. Апоптос, наверное, в большей степени все-таки о нем стоит говорить. Все-таки там достаточно аккуратно нужно, чтобы все происходило, поскольку сетчатка и глаз – это, в общем-то, часть мозга вынесены на периферию. Ну вот, да. Поэтому события, происходящие там схожи во многом. Вот в головном мозге непосредственно и в сетчатке. Но и в том, и в другом случае, по сути дела, воспалительные реакции сопровождаются увеличением толщины слоев сетчатки. И это тоже в случае рассмотрения морфологии, да, срезов, это можно увидеть достаточно хорошо. Вот. Про отслойку сетчатки скажу, потому что дальше... Это очень популярная вообще патология такая. Да. Дальше мы будем говорить предмет, но про конкретно вполне себе отслойку и что будет дальше развиваться. Поэтому хочется вот про это обозначить. Значит, может быть, ригматогенная отслойка сетчатки. Ригматогенная отслойка сетчатки развивается в результате травмы сетчатки, разрыва сетчатки, по сути дела. То есть, если, грубо говоря, взять иголку и воткнуть в глаз, вот, разорвать сетчатку, то будет развиваться ригматогенная отслойка сетчатки. Может быть, тракционная отслойка сетчатки. В том случае, если над сетчаткой или под сетчаткой есть какая-то ткань, которая обладает сократительной способностью, и тракция – это такое тянущее усилие вот этой ткани. Под действием этой тянущей силы сетчатка будет отслаиваться. Может быть, тракционная ригматогенная отслойка сетчатки, когда, естественно, сочетается, в общем, травма, повреждение сетчатки, и в результате этого она отслаивается. И сочетается это все с формированием каких-то вот новых, новой ткани какой-то, над или под сетчаткой, или внутри сетчатки даже иногда, которая сократительной способностью обладает. Ну и эксудативная отслойка сетчатки. Мы только что говорили про отеки, про транспорт и про нарушение этого транспорта. Проблема ведь заключается в соответствии между тем, сколько жидкости отводит сетчатка от себя и между тем, сколько сосудистая оболочка хориидея готова, в общем-то, этой жидкости отвести от глаза целиком. В случае несоответствия между этими двумя параметрами, когда одно опережает в другое, жидкость будет скапливаться под сетчаткой, например, и в этом случае как раз сетчатка будет отслаиваться. Почему возможно накопление жидкости? Ну, опять же, в результате воспалительной реакции, конечно, хочется в первую очередь про это говорить. В случае увеита того же самого, хориидита, когда увеличивается проницаемость сосудов хориидеи, и в результате этого эксудат накапливается. Накапливается под сетчаткой, и сетчатка отслаивается из-за этого. И мы как раз переходим к заболеванию, которое называется пролиферативная витриоретинопатия. По сути дела, это заболевание может являться осложнением любого воспалительного процесса, протекающего в глазу на уровне сетчатки, или на уровне для начала сосудистой оболочки, а потом переходящее воспаление в сетчатку. И на этом же слайде обозначены особенности протекания воспалительной реакции. Мы о некоторых из них уже говорили. Здесь они своего рода вот так вот конкретизированы и обобщены. Если, в общем, говорить про пролиферативную витриоретинопатию, то, как правило, классически она может быть инициирована травмой глаза. И всё начинается как раз с ригматогенной отслойки сетчатки, когда сетчатка отслаивается от нижележащей ткани. В этом случае клеточки чувствуют, что контакт потерян какой-то. Во многом это клетки пигментного эпителия сетчатки. И последние исследования говорят о том, что клетки пигментного эпителия сетчатки могут подвергаться эпителиальной мезонхимальной трансформации. То есть они немножечко дедифференцируются, могут мигрировать на поверхность сетчатки, начинают там активно делиться, и формируются уже фиброзно-клеточные мембраны, которые изначально имеют происхождение клеток пигментного эпителия сетчатки. Это достаточно интересно. Да. И на поверхности сетчатки в этом случае формируется мембрана, так называемая, соединительно-тканная. Там есть фибробласты, которые в миофибробласты могут превращаться отчасти. Там есть глиальные клетки, которые из сетчатки тоже пришли туда по химическому градиенту. Мембрана сама по себе с течением времени приобретает сократительную способность, и когда она сокращается, она тянет за собой сетчатку просто-напросто. При этом мембрана, конечно, нарушает сурово достаточно архитектонику сетчатки, потому что она все стягивает, и мембрана сама по себе активна. Вот этот вот клеточный состав, он активен, он продуцирует воспалительные факторы. И по сути дела получается, что воспалительный процесс, он непрекращающийся, потому что мембрана, она активна, и она продуцирует большое количество воспалительных факторов, всяких разных, и воспаление поддерживается постоянно. То есть это такой вот непрекращающийся процесс. В клинике ее удаляют, вот эту вот мембрану, просто хирургическим путем. Но у большинства пациентов наблюдается рецидив. Да, то есть она действительно вырастает потом еще раз. И это большая проблема на самом деле. А по поводу особенностей протекания, как раз это заболевание хорошо иллюстрирует особенности протекания воспалительной реакции. Конечно, нарушение проницаемости гематоофтальмического барьера. Аутоиммунный увеит, если есть у человека, то в 30-40% случаев он будет осложняться образованием вот этих самых мембран заединительных тканей. Рано заживление протекает действительно не по регенеративному механизму. К сожалению, у человека функции не восстанавливаются, замещается это все глиальной тканью. Глиоз, то есть развивается, нейроны замещаются глией. В большом количестве участвуют ростовые факторы в период хронического воспаления. Ростовые факторы, о которых мы говорили. Сосудисто-эндотелиальный фактор роста, фактор роста фибробластов в значительной степени принимает участие. Трансформирующий фактор роста, бета, принимает участие. Различные нейротрофические факторы очень активно вовлечены в воспалительный процесс. Это мозговой нейротрофический фактор, бднф, фактор роста нервов, нгф, различные нейротрофины принимают участие в развитии воспалительной реакции. Они все пристально достаточно изучаются на предмет, естественно, какого-то в последующем, может быть, клинического применения каких-то препаратов. Характеризуются воспалительные реакции миграции и пролиферации глиальных клеток, клеток пигментного эпителия сетчатки и клеток стекловидного тела, то, о чем я говорил. По крайней мере, это та точка зрения, которая на данный момент сформулирована различными исследователями и во многих обзорах. И формируется фиброзно-клеточная мембрана, развивается аттракционная отслойка сетчатки. Это характеристика данного заболевания конкретного. Ну, это такая схема, значит, достаточно общая с одной стороны, с другой стороны. Ну, она демонстрирует сложность всего. Да, это самое главное. Да, не все так просто. Я пытался добиться. Да, не все так просто. В этой схеме. Вот, здесь, на самом деле, речь идет о моделировании пролиферативной витриоретинопатии, как таковой. У нас на кафедре были разработаны две модели для моделирования пролиферативной витриоретинопатии у крыс. Это конконавалиновая модель, которая здесь представлена, конконавалин А, это кон-А сокращение здесь. И диспазная модель. Диспаза – это фермент, который разрушает межклеточный матрикс. И таким образом, в общем-то, сетчатка начинает отслаиваться. И разрушаются связи между клетками в сетчатке. И с этого будет в данном случае начинаться патологический процесс. А мы с вами сказали как раз по поводу инициации пролиферативной витриоретинопатии, про отслойку сетчатки ригматогенной. Ну вот диспазная модель, она пытается как-то это смоделировать, но не прям травма, чтобы была, а вот так, чтобы фермент подъел вот эти вот межклеточные контакты, межклеточный матрикс. Вот диспазная модель – это достаточно агрессивная модель получается, потому что фермент активный, просто кушает соединительную ткань. И межклеточный матрикс конконовалиновая модель, она немножечко помягче. Конконовалин – это лектин растительного происхождения, он, в принципе, активирует тучные клетки. Он может также активировать и Т-клетки. И конконовалин, в принципе, используется для того, чтобы изучать противовоспалительное действие каких-то препаратов. Обычно его в лапу кроликом, например, вводят, и развивается отек. Быстро достаточно штучные клетки, он прям активирует их, гистамин выбрасывается, сосуды расширяются, проницаемость увеличивается, и отек быстро наблюдается. И можно сравнить, если применить какой-то препарат, да, и не применять, можно сравнить препарат этот, вызывает уменьшение отека или не вызывает. Вот мы попробовали в глаз ввести конконовалин. И, в общем-то, у нас получилось в конечном счете, что развивается пролиферативная витролитинопатия. Конечно, сама инъекция внутриглазная, интравитриальная, внутристекловидного тела мы вводили крысам. Иголочки, конечно, тонкие были, но все равно это травма глаза. Поэтому здесь действие факторов сочетанное получается. С одной стороны, глаз травмируется, и сама инъекция может вызывать отслойку сетчатки, и уже из-за этого будет воспаление развиваться. А введение еще конконовалина, оно будет способствовать дополнительной активации каких-то контуров патогенеза. Ну, вот в частности, тучных клеток. И из-за нарушения проницаемости гематоофтальмического барьера, из-за травмы, клеточки начинают крови проникать в сетчатку. И, по сути дела, развивается увеид, который имеет аутоиммунный характер. То есть, здесь в этой модели есть какая-то аутоиммунная составляющая из-за нарушения гематоофтальмического барьера. И в конечном счете получается, что аутоиммунный вид, он осложняется развитием пролиферативной витриоретинопатии. То есть, осложняется развитием и формированием вот этих вот соединительно-тканных мембран. Отдельно тоже при участии нашей кафедры было показано, это эксперимент Марина Валерьевна Тихановича, изучались, в общем-то, мембраны соединительно-тканные у людей в результате операции, которые были удалены. И ПЦР-анализ проводился, ПЦР с обратной транскрипцией, экспрессии, МРНК различных факторов. Это ВИДЖФ как раз, это БДНФ, это НДЖФ, это циклооксигеназы те же самые. То есть, выяснили, что они там экспрессируются. Да, выяснили, что в мембранах экспрессируются данные факторы. Это означает, что мембрана сама по себе это активная структура, и она поддерживает воспаление. Поэтому, если это нельзя... То есть, это не просто рубец пассивный такой, а то, что поддерживает. Да, то есть, там есть клеточки функциональные вполне себе, не только которые умеют сокращаться, но еще и что-то продуцируют. Ну и, как я сказал, в самом начале мы с вниманием в исследовании сфокусировали на метаболическом каскаде орхидоновой кислоты. И конкретно на системе циклооксигеназ мы использовали в момент, по сути дела, инициации воспалительной реакции. В самом начале использовали внутриглазное введение, проводили нестероидного противовоспалительного препарата ланоксикама. Это ингибитор циклооксигеназ. И препарат сравнения мы выбрали глюкокортикостероид триамциналон, который в клинике используется, на самом деле. Но его используют, когда мембраны удаляют с поверхности сетчатки. На самом деле триамциналон выпускается в форме суспензии. Вот, то есть, ну, взвесь, да. И его вводят, когда удаляют мембраны, потому что вот эти вот частицы, они садятся на мембрану. И таким образом видно, что удалять, собственно говоря. Видно, как это выглядит структурой. Меченье такое. Такая метка. У нас получилось, что если применять ларноксикам в начальные этапы развития воспалительной реакции, вызванные что конконавалином, что диспазой, вот. У нас получилось на крысах, что развиваются вот эти вот мембраны в меньшем количестве случаев. И развиваются не так быстро, как в случае, между прочим, и триамциналона, как и в случае без применения какой-либо терапии. Вот. Значит, здесь мы полагаем, что вот система циклооксигеназ, которая активируется в начальные этапы развития воспалительной реакции, она в некоторой степени связана с наличием контуроположительной обратной связи. Продуцируемые простагландины, они увеличивают еще больше экспрессию циклооксигеназ. Причем в случае диспазной модели было показано, что не только это связано с циклооксигеназой второй, но и циклооксигеназой первой. То, о чем как раз опять же мы говорили. По классике условно хорошая циклооксигеназа это первая, условно плохая это вторая. Здесь у нас получилось, и по данным литературы тоже мы нашли подтверждение этому, что циклооксигеназа первая может брать на себя функцию такой вот провоспалительной циклооксигеназы, обеспечивая медиаторами воспаление окружающей ткани. И у нас получилось, что в результате блокирования циклооксигеназ простагландины прекращают вырабатываться в момент развития острой воспалительной реакции. Таким образом положительная обратная связь между простагландинами и циклооксигеназами, их экспрессией, активацией их экспрессии нарушается. И сама экспрессия вот этого фермента, самого белка, циклооксигеназ, она меньше в случае применения лорноксигеназа. Получается мы выключаем вот эту положительную обратную связь и немножечко исключаем из патогенеза вообще простагландиновое звено. С другой стороны лейкотриеновое звено, оно остается, никуда не девается. Но лейкотриеновое звено, если глобально смотреть, там есть веточка на липоксины, которые противовоспалительным эффектом обладают. То есть это медиатор уже такой вот рано разрешения, разрешение воспалительной реакции, липоксин А4. А вот в случае применения триамциналона, там блок реализуется на уровне фосфолипаза А2. То есть блокируется вообще весь метаболический кастер. Кажите, о клинических испытаниях речь идет о лорноксигеназах? В глазном контексте нет, пока не идет. Но результаты получаются неплохие. Ну в общем пока об этом речи нет. Вот в этом был мой короткий вопрос. Да, извините. Да, давайте дальше. Ну и у нас получилась неплохая достаточно ситуация. Что касается функциональных проб, здесь мы тоже начали в этом направлении работать. Вот электролитинографию тоже осуществили. Просто у крыс невозможно спросить, как вы понимаете, видят они или нет. Поэтому приходится прибегать к таким электрофизиологическим методам. Это электролитинография. И при применении вот такой вот терапии нестероидной, противовоспалительной и функции сетчатки тоже дольше остаются сохранны. Что немаловажно. То есть животные видят дольшее количество времени. Но это было острое введение. С перспективой на будущее, конечно, хочется повторить и при хроническом введении. Потому что здесь речь идет о манипуляциях только на начальных этапах развития воспалительной реакции. Поэтому сроки развития патологии, они сдвигаются дальше. То есть это профилактика некоторая. И как раз к тому самому вопросу, который касается регенерации, репарации сетчатки у различных других организмов, у различных других видов. Вот классический, в общем-то, вид. Да, излюбленный объект. Объект. Объект это Данио Реррио, ну или Зебра Фиш называют по-другому. Потрясающая рыбка совершенно, поскольку в случае повреждения сетчатки, вырезать сетчатку, не полностью чего-то оставить, она вырастет заново и функционировать тоже будет. Это очень важно. Значит, откуда берется сетчатка заново? Откуда она вырастает? Есть различные клетки прямо внутри глаза, которые способны обеспечивать вот эту вот регенераторную способность, регенеративный потенциал глазной. Это клетки целиарной краевой зоны, целиарной маргинальной зоны. Здесь они представлены под буквой С на картинке справа. Целиарная маргинальная зона. Это то, что называются эти реснички, да? Ну, там ресничное тело, да, рядом. Значит, есть клеточки такие, они преимущественно восстанавливают периферическую часть сетчатки, периферическую. Есть клетки пигментного эпителия сетчатки, о котором мы говорили, и про человека, когда про пролиферативную ветрилитинопатию, которая там что-то дедифференцируется, но потом прорастает мембрана. Вот, клетки пигментного эпителия сетчатки более специфичны в плане регенераторного своего потенциала для амфибий. Вот это шпорцевые львушки, про них тоже немножечко дальше поговорим. И в основном они у амфибий выполняют функцию по восстановлению сетчатки. И есть клетки Мюллера, такие большие клетки, которые пронизывают всю сетчатку. Казалось бы, те клетки, которые обеспечивают в процессе развития сетчатки как таковой правильное расположение других клеток относительно себя, формируют колонки. То есть правильную архитектонику сетчатки обусловливают. Казалось бы, они могут дедифференцировать и могут давать различные другие популяции клеток сетчатки. Это на самом деле достаточно интересная вещь, потому что, казалось бы, клетка такая большая, и вокруг нее все связи налажены и устроены, и она много функций других разных выполняет. Но вот было показано, что клетки Мюллера, как раз у Данио Реррио, они в первую очередь восстанавливают центральную часть сетчатки, и основной источник регенераторный такой, регенеративный для сетчатки, для центральной части, для Данио Реррио, это клетки Мюллера. Это достаточно, на самом деле, интересный факт. А в норме, да, они дают палочки. При нормальном функционировании сетчатки не поврежденной. Ну, вот палочки, они, с одной стороны, пигмент там тоже обменивается, да, и сегменты разрушаются, то есть палочки могут гибнуть в течение жизни рыбки самой, и клетки Мюллера могут палочки эти восстанавливать, да, и они могут, палочки, заново образовываться из клеток Мюллера. Это в норме происходит. А вот в случае повреждения сетчатки клетки Мюллера становятся источниками не только палочек, но и других клеток сетчатки. Стволовые клетки сетчатки, клетки целярной маргинальной зоны, о которой мы говорили, и здесь вот картинка такая для разных всяких организмов. Здесь как раз есть Данио Реррио, здесь есть тритон, лягушка, мышь, вот, значит, цыплята есть, есть приматы, и мы видим, на самом деле, что из этой картинки хочется показать, мы видим, что у млекопитающих клетки целярной маргинальной зоны, но они практически не выражены или не выражены вовсе. Ну нет у нас их, или их еще не нашли. Об этом я вас потом спрошу. Значит, здесь еще на данном слайде интересный факт по поводу шпортцевой лягушки. Шпортцевая лягушка, вот разные виды есть, гладкая шпортцевая лягушка и тропическая шпортцевая лягушка, что интересно, что преимущественно регенерация сетчатки у гладкой шпортцевой лягушки из клеток пигментного эпителия сетчатки реализуется, а у тропической из клеток целярной маргинальной зоны, что интересно. Хотя, казалось бы, род один, вот виды, но тем не менее, есть свои особенности даже у таких близких существ друг к другу. Ну и вместо заключения, то, о чем мы говорили, я еще раз хочу просто несколько слов сказать, какие-то вопросы, может быть, задать и для себя, и для других тоже. Вопрос первый – это какие клетки сетчатки принимают участие в ее ремоделировании у млекопитающих? Здесь ответы на вопрос есть, но мне кажется, он неполный и немножечко загадочный. То есть мы говорим, что микроглиальные клетки, вообще глия, микроглиальные клетки, ну да, принимают участие, судя по всему, активно достаточно, мы видели схему, это астроциты, астроглиальные клетки тоже принимают участие. Это клетки Мюллера. Вот клетки Мюллера на самом деле это удивительный объект. Вот сколько читаю исследования, все равно сложно поверить, что такие клетки, которые пронизывают сетчатку, тотально, множество функций выполняют, просто загадочные клетки. Это универсалы. Они универсалы, действительно, и они принимают участие в том числе и в ремоделировании сетчатки у млекопитающих. Принимать-то принимают, а вот действительно ли из них что-то может вырасти у млекопитающих хорошее? Ну вот исследования говорят, что может. Но звучит достаточно интересно. Вот клетки пигментного эпителия сетчатки, о которых мы говорили, тоже интересно, потому что все-таки это эпителиальная мезонхимальная трансформация, но с пигментным эпителиям сетчатки и в инвитро исследования проводят, и там все это показано, они действительно это могут делать. Но основная стратегия для млекопитающих на самом деле не допустить, чтобы это происходило. Не допустить, чтобы это происходило. Может быть, какие-то другие еще клетки есть в сетчатке. Вот тучные клетки, они по сосудистому руслу располагаются, они представлены в хоре и идеи. Исследования так прямо, чтобы изучались тучные клетки, применимо к воспалительной реакции в сетчатке, я, честно говоря, не встречал. Поэтому это отдельный такой вопрос, отдельное направление, роль именно тучных клеток в воспалительной реакции в сетчатке и в ее ремоделировании. Ну и, конечно, все те клетки, которые аутоиммунный компонент обеспечивают, они будут в ремоделировании сетчатки принимать участие, потому что они будут атаковать глаз в случае нарушения гематоофтальмического барьера. Следующий вопрос гораздо более загадочный, если на первые ответы более-менее есть. А вот второй вопрос, какие клетки сетчатки способны к дедифференциации у млекопитающих? Ну, вроде показано, значит, что клетки пигментного эпителия сетчатки, да, способны к дедифференциации. Вот клетки Мюллера, ну там вот, значит, где исследователи активировали фактор транскрипционный, да, увеличивали его экспрессию, тоже вроде как показано, что клетки Мюллера могут дедифференцироваться и давать определенные группы клеток. Какие-то еще клетки способны для дедифференциации или нет, здесь мы не очень пока представляем себе. Вот, те же самые клетки стекловидного тела, они, может быть, тоже какие-нибудь загадочные, они такие простые, как кажется, на первый взгляд. Просто, что касается стекловидного тела, не так много исследований, обычные исследования по структуре, они очень старые. Вот, по структуре стекловидного тела функциональные исследования, они не широко представлены, а хочется тоже на это посмотреть попристальнее. Основной, главный вопрос, ключевой, почему же все-таки способность к регенерации сетчатки у млекопитающих утеряна. Вот, почему мы такие несостоятельные в этом отношении. И здесь вот я привожу просто табличку, ну, такие вот... Наверное, в надежде на медицину. Может быть. Да, в эволюции когда-то. Здесь я привожу табличку, которая, ну, вот, немножечко рассуждает на эту тему. С одной стороны, реактивный пролиферативный глиоз, он характеризует воспаление на каких-то там окончательных этапах, да, то есть глия замещает функциональную ткань. С другой стороны, глиоз не пролиферативный, вот, а глиоз, который идет по части клеток Мюллера, да, по пути дедифференциации, образования популяции новых клеток. Вот у нас реализуется стратегия нейропротекции, так называемой. Мы говорили, что вот эти перитинальные мембраны над сетчаткой, которые формируются при пролиферативной витроетинопатии, они активны. Они продуцируют всякие разные факторы, в том числе и нейротрофические факторы они продуцируют. И реактивный пролиферативный, иными словами, глиоз, это стратегия нейропротекции. И есть основания полагать, что у нас просто эволюция по этому пути пошла. Это стратегия нейропротекции, стратегия выработки вот таких вот факторов нейропротекции. Может быть, потому что у нас вообще нервная система все-таки пошла по другому пути, центральная, в чем числе возможно. 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 Вот, то есть здесь продуцируются те факторы, которые нейроны от гибели защищают, и за это мы платим, в общем, вот всякими такими перитинальными мембранами, фиброзом, глиозом и так далее. А есть другая стратегия. Это стратегия регенерации. То есть можно не защищать нейроны от гибели, не пытаться их спасти. Пусть они умирают. Пусть они умирают. А мы сделаем новые нейроны, и вот такие вот погибшие нейроны, замещающиеся новыми нейронами из стволовых клеток сетчатки, будь то цилиарная маргинальная зона, будь то пигментные петели сетчатки, или будь то клетки Мюллера, они будут делиференцироваться, будут замещать погибшие нейроны образованными деновыми нейронами, и это будет функционирующая сетчатка. Вот такие вот две стратегии, к сожалению, у нас, или не знаю, может быть, к счастью, реализуется стратегия другая, нейропротекции. Ну вот я об этом хотел рассказать. Спасибо большое, Алексей. Отталкиваясь от последних ваших слайдов и наших последних рассуждений, я хотела вас попросить поговорить немножечко все-таки о возможностях клеточной терапии, и не так уж это абстрактно звучит, потому что я вот видела публикацию, в которой были результаты исследования, представлены, это январь этого года, 18-го года, Национальный институт глаза, это часть NIH, они опубликовали исследование, в котором были предприняты попытки создания пигментного эпителия, сетчатки, из стволовых клеток, но не просто, так, потому что предыдущие попытки, вы знаете, сами вы об этом говорили, они были, так сказать, проваливались эти попытки, они обнаружили важную роль вот этих вот первичных ресничек, и они с учетом вот этого фактора, который вот, собственно, и поддерживает фоторецепторы, вот он важен для поддерживающей роли пигментного эпителия, оказывается, очень важны эти реснички первичные, вот они, когда добавили фактор, который способствует образованию вот этих вот клеток, вот тогда получилось у них сделать из стволовых клеток, причем перепрограммированием, они из клеток крови брали, перепрограммировали, перепрограммированием у них получились клетки пигментного эпителия, и это серьезно рассматривается как перспектива клеточной терапии, всяких вот этих вот заболеваний с утратой пигментного эпителия. Есть, вы знаете, и результаты хорошие по, по-моему, даже ФТИ что-то одобрило, по генной терапии. Вот как вы оцениваете перспективы, все-таки еще раз на этом остановимся, вот этих вот переднего этого края? Ну, перспективы оценивать трудно на самом деле, вот пока нету исследований, которые бы хотя бы на животных, то есть инвитро это одно дело всегда в таких делах, одно дело инвитро, в пробирке у нас все что угодно можно вырасти, там другое микроокружение, можно создать вот какое нужно, чтобы выросло то, что нужно, условно говоря. Если речь идет все-таки о внедрении в клиническую какую-то практику, то хотя бы, чтобы говорить о применении клиническом, нужно на животном на каком-то это сделать. Ну вот на собаках генную терапию делали успешно, макулярную, по-моему, и омаброс ливера там делали, это давно уже. Вот, то есть если это получается на доклиническом этапе, то есть на лабораторных животных, то тогда нужно как-то быстро вот брать себя в руки и идти в клинику пытаться это делать, хотя тут тоже есть, конечно, свои риски, генная терапия, такая отдельная отрасль. Ну и причем наиболее интенсивные исследования именно на глазах, вот в этих, в клеточности, то ли от того, что очень распространены заболевания глазные, то ли потому, что орган удобный, с одной стороны мозг, а он вот так изолирован, снаружи торчит себе, на нем, к нему легко подобраться. Да, я думаю, что это удобный объект для исследования, действительно, и здесь вот есть, да, мы видели разные популяции, потенциально, которые можно, разные популяции клеток. В нем много чего представлено. Да, потенциально, которые можно рассматривать как стволовые клетки, и действительно, подбирая условия, все-таки перспективы неплохие, да, подбирая определенные условия, и может быть даже, там, внедряя, да, или предварительно обрабатывая клетки каким-то составом, или внедряя одновременно с факторами какими-то ростовыми и так далее, можно, наверное, добиться значительных успехов все-таки в этом. Но, прямо скажем, наверное, это не в ближайшие все-таки 5-10 будет сделано. Все-таки это сложно, мы видели с вами это большое количество различных факторов, это взаимодействия очень сложные, что-то нужно выключать, что-то нужно включать, что-то нужно учитывать, и это, ну, достаточно сложно, но это безумно интересно, конечно. Спасибо вам большое за этот рассказ, спасибо. Вам спасибо.